Тэквондист Кирилл переодевается на тренировку. Правда, вместо обычного спортивного снаряжения он надевает облегающий черный костюм. Не для удобства, а ради науки. Боец собирается протестировать инновационную новинку, способную захватывать все движения спортсмена и заносить их данные в компьютер. Эта специальная система появилась в Дальневосточном федеральном университете примерно год назад. Куплено оборудование было в Голландии, а теперь в нашей стране оно носит уникальный характер. Представляет она собой 3D-кинематический костюм, фиксирующий с помощью 17 датчиков каждое движение человека в режиме реального времени и создающий его виртуальную копию. Подобное используется в кинопроизводстве, однако здесь задачи совершенно другие. Эта система позволяет нам, можно сказать так, вот прямо по косточкам разложить каждое двигательное действие, определить характеристики пространственные, временные, пространственные временные и с учетом этого уже строить тренировочные программы таким образом, чтобы движения были более рациональные, более эффективные, более оптимальные. Запечатлеть себя и свои спортивные данные на компьютере решились уже и представители грибного спорта, и боксеры, и гандболисты. В этот раз в гости к исследователям с огромным интересом заглянул один из основателей тэквондо в Приморье Рудольф Канн. Вместе со своим учеником они отметили, что у этой программы огромный потенциал, особенно в этом боевом искусстве. Задача наша поставить базу, генерирование нашим телом максимально сильных ударов, мощных ударов, максимально мощных двигательных действий. Вот задача вот этого оборудования, как бы, ну, прийти к этому. Тэквондо – молодой вид боевого искусства, вот, и еще пока никто этим не занимался. С биомеханики в Тэквондо не было. А здесь научно обоснованно все будет. Как правильно бить, как неправильно, почему. Системой планируют здесь заниматься серьезно и не покладая рук, ведь уже совсем скоро Олимпиады в Японии и Корее. А значит, что сборная России, которая, возможно, приедет сюда на Дальний Восток тренироваться перед играми, вполне может заинтересоваться волшебным костюмом. Я думаю, что наше оборудование для членов национальной сборной будет тоже полезно, эффективно. Я думаю, что мы сможем тоже каким-то образом помочь, поспособствуем тому, чтобы они на Олимпиадах выступили, ну, гораздо эффективнее, гораздо лучше. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.